Привет! Сегодня расскажу вам о том, как отрывок из моего недавнего видео попал на федеральный канал НТВ и в каком контексте. Также пробежимся по основным новостям Турции, которые, кстати, не очень-то радужные. Ну и в конце у меня будет важное обращение к вам, мои дорогие подписчики, по поводу дальнейшей судьбы канала. Так что досмотрите этот ролик до конца, потому что мне очень важно узнать ваше мнение. Давайте приступать! Итак, вчера просматривала комментарии под видео и наткнулась на одно интересное сообщение. Подписчица по имени Светлана посоветовала мне посмотреть передачу «Место встреч», которая выходит на НТВ и сообщила мне, что там показали отрывок из моего недавнего видео. Конечно же, мне стало интересно, в каком контексте там был приведен отрывок из моего ролика и я посмотрела первую часть данной передачи. Заявление по поводу на самом деле всего лишь выпадка. Мне лично кажется, что большинство туристов уже настолько привыкли к таким вот выпадкам в сторону Турции, что, возможно, просто скинули вот это все, что им навешали на уши и пошли собирать свои чемоданы. Как раз таки в этой передаче обсуждали, нужно ли закрывать Турцию и если ее будут закрывать, то на каких основаниях в первую очередь из-за того, что здесь распространяется пандемия и ситуация нестабильна в плане вируса, либо же в первую очередь ее будут закрывать из-за политических разногласий. Как раз таки в передаче показали отрывок, где я говорила про Анну Попову и ее заявление о том, что 90% туристов, выехавших на отдых за границу, привезли вирус из Турции. В этом видео я сделала вывод о том, что заявление Попова это не что иное, как ширма, которая прикрывает основные причины, почему сейчас идут разговоры по поводу закрытия Турции, конечно же, это политические причины. И вот в этой передаче как раз таки обсуждали всю эту тему, и что меня приятно удивило, самый первый эксперт, который высказывался на эту тему, согласился со мной. Закрывать надо именно как туристический маршрут. В данном случае я готов согласиться вот с этой дамой, которую сейчас показали, что здесь в большей степени играет политический аспект, а не медицинский. Тут же привел статистику по заболеваемости в России и в Турции и сделал вывод, что в Турции действительно обстановка намного лучше, чем в России, что, кстати, по-моему, не очень-то понравилось ведущим той передачи. В передаче было несколько экспертов, и что действительно порадовало, так это то, что некоторые из них действительно были на стороне Турции. Кто-то сказал, что если уж вы собираетесь закрывать Турцию, то нужно закрыть и Крым, и курорты Краснодарского края, потому что неважно, куда люди едут отдыхать, они могут заразиться абсолютно везде и привезти вот этот вирус с собой обратно к себе домой абсолютно откуда угодно. Один из экспертов высказал мнение, что вещи нужно называть своими именами. Если вы уж действительно тут ведете разговоры по поводу закрытия Турции, то называйте истинные причины, не прикрывайтесь вот этой ковидной ширмой, а говорите, да, мы хотим закрыть Турцию, потому что у нас сейчас внешнеполитические разногласия с этой страной. Но я думаю, ни вам, ни нам здесь не станет легче, если будут открыты истинные причины, о которых мы и так уже говорим на протяжении всей этой недели. Мы люди не дураки, мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит. И действительно, от того, что нам назовут основную причину закрытия Турции внешнеполитические разногласия, не думаю, что кому-то от этого станет легче. Как обычно, пострадают и работники сферы туризма, и туристы, которые планировали лететь на отдых в Турцию. Ну, конечно, это все были лишь обсуждения, дискуссии, эксперты высказывали свое мнение, никаких конкретных решений, по крайней мере, на сегодняшний день, еще не принято по Турции. Тема отношений между Россией и Турцией остра, как никогда вы видите сейчас, каждый день можно увидеть заявление от очередных российских чиновников против Турции. Вот уже на федеральных каналах обсуждают эту тему. Кстати, позавчера, как только я выпустила свой последний ролик на YouTube, свое заявление сделала Захарова, также призвала россиян не отправляться в путешествия за границу в связи с распространением пандемии на территории России. И вот сегодня я смотрю новости, и снова отличилась Попова, которая призывает также своих граждан не планировать поездки за границу на новогодние праздники. По ее словам, новогодние праздники лучше всего провести у себя на даче, если у вас таковые имеются, но если не имеются, просто оставаться дома, либо же встречать Новый год где-то на свежем воздухе. Кроме того, она нанитает обстановку, предупреждая, что если вы вдруг куда-то поедете на новогодние праздники, то вполне можете попасть на карантин. Цитирую, надо помнить еще тот риск, что пересекая границы одной страны, можно попасть на карантин с другой. Этого, наверное, никому не хотелось бы в отпускное время. Как вы видите, изо дня в день идет массовая агитация населения России и массовые призывы к тому, чтобы никуда не ездить. Уже говорится не только о Турции, а вообще в целом о поездках за границу. Как вы собираетесь провести свои новогодние каникулы? Останетесь ли вы дома? Либо все-таки, несмотря ни на какие заявления чиновников, отправитесь отдыхать за границей? Напишите мне в комментариях. Этот год очень тяжело прошел, конечно же, для всего мира, и Турция не стала исключением. Казалось бы, что еще может произойти? Но мне кажется, что Турцию ожидают очень тяжелые времена. Помимо того, что сейчас Россия активно выступает против Турции, Европа также заявила о том, что планирует ввести санкции против Турции. И в первую очередь будет целиться, конечно же, в туристический сектор. Из-за чего же Европа грозится наложить санкции на Турцию? Из-за того, что Турция продолжает свою разведку в Средиземном море, где она ищет энергоресурсы. Это Европе очень не нравится. Они уже делали предупреждение Турции много раз, но власти страны никак на это не реагируют. Они продолжают свою разведку. И в связи с таким положением дел в Европе пообещали, что на саммите европейских стран в декабре будут принимать решения по тому, какие же санкции вводить против Турции. Но, конечно же, сейчас уже ясно, что будут бить в самое уязвимое место туризм, который в этом году и так понес огромнейшие убытки. Новости из Германии также добавляют свой вес в копилку неприятностей Турции. С 9 ноября в Германии 4 провинции Турции, а именно Анталия, Измир, Мула и Айден, которые ранее были признаны безопасными для туристического отдыха, будут снова признаны опасными для посещения. Напомню, что в августе власти Германии сняли предупреждение о поездках в 4 перечисленные мной провинции Турции. Так вот, с 9 ноября власти Германии снова накладывают предупреждение на поездки в эти 4 провинции, считая их небезопасными. Почему же власти Германии приняли такое решение? Они сослались на тот факт, что в Турции при подсчете ежедневного прироста заболевших в статистику включаются только те заболевшие, у которых проявляются явные симптомы. А те заболевшие, у которых симптомы не проявляются, в статистику не включаются. Как раз таки на этом основании власти Германии приняли такие решения и заявили о том, что Турция полностью нарушает нормы, предусмотренные Всемирной организацией здравоохранения. На фоне всех этих событий, на фоне всех заявлений, которые делают и в Европе, и в России, турецкая лира обновляет свои исторические минимумы. Вы просто не поверите, сейчас зашла, посмотрела курсы. 1 евро в Турции стоит уже более 10 лир. 1 доллар стоит более 8,5 лир. Куда пойдет турецкая лира дальше, можно спрогнозировать, конечно, будет падать и дальше, если не будут предприниматься какие-то меры. Но уже у нас президент в Турции принял одну меру, он уволил главу Центробанка из-за того, что сейчас турецкая лира так мощно падает. Повлияет ли как-то это решение на восстановление лиры? Думаю, что нет. Не думаю, что глава Центробанка является основной причиной падения лиры. В первую очередь, конечно же, на ее такое вот падение влияют все эти политические игры, которые сейчас ведутся между странами. На что делать простым людям, как выживать в таких условиях, никого не заботит, по-моему. Мало того, что туризм и так прошел с горем пополам, можно сказать вообще о его и не было. Сейчас и лира падает, конечно же, к чему ведет падение национальной валюты, к тому, что будут товары дорожать. А сейчас очень много безработных в Турции, что нас ждет, я вообще даже представлять не хочу. Ну и, как я сказала в конце ролика, хотела бы поинтересоваться вашим мнением. Очень часто в последнее время думала о том, как дальше вести канал. Мне бы не хотелось зацикливаться только на новостных выпусках, но это не означает, что я не буду их делать. Хочу разбавлять канал какими-то другими видео, в частности, о жизни в Турции, возможно, показывать какие-то интересные места, достопримечательности, делать обзоры. В общем-то, и на фоне вот этих всех моих размышлений я решила к вам обратиться и задать вам два вопроса. Мой первый вопрос заключается в следующем. Обычно я выпускаю ролики два-три раза в неделю. И достаточно ли вам такого количества, либо вы же хотели видеть ролики почаще? Это мой первый вопрос. Мой второй вопрос. Будете ли вы смотреть видео, совершенно не связанные с новостями, возможно, какие-то зарисовки из жизни в Турции, какие-то наблюдения, буду выходить на улицу, снимать достопримечательности, рассказывать про интересные места, будут ли вам интересны и такие ролики. Конечно же, новости я забрасывать не буду, но, как вы видите, в последнее время из новостей ничего позитивного мы не узнаем, а хочется, чтобы видео несли вам не только какое-то негативное расстройство, но и, конечно же, вызывали у вас какие-то положительные эмоции. Поэтому я вас очень прошу, обязательно пишите свое мнение в комментариях по поводу дальнейшего развития канала. Я буду благодарна каждому, кто выразит свое мнение. Я всегда все читаю. Большое вам спасибо за то, что комментируете ролики. Выражаю огромную благодарность всем тем, кто не забывает ставить лайк моим видео. Это для меня очень важно. Ну а на сегодня все. С вами, как обычно, была я, Катя. И мы увидимся с вами в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok